Всем привет! С вами Иван, и сегодня у нас событие недели из Новой Зеландии. Ну, давайте начинать. 1 апреля во многих странах – это день дурака или день смеха. Новозеландия тоже любит хорошие шутки, однако 1 апреля в стране – это еще и начало нового финансового года. Часто с этого дня вступают в силу различные изменения финансовые, социальные изменения и так далее. Ну, и этот год стал не исключением. Ну, повысились некоторые финансовые выплаты, я имею в виду социальные финансовые выплаты государством для жителей. Например, категория Family Tax Credit, эти выплаты делаются семьям, работающим семьям, у которых есть дети, но доход которых там не превышает определенную сумму. Смысл не в этом. Так вот, эти выплаты повысились, а повысились они на 8, аж на 8 долларов в неделю на первого ребенка и на 6 долларов на всех последующих. То есть, теперь максимальная сумма составляет 144 доллара на первого ребенка, выплаты идут в неделю, да, и на всех последующих 117, если у вас двое, трое, четверо и так далее. То есть, ну, это опять же, хочу заметить, 144-117, это максимальные выплаты, когда доход у семьи довольно-таки низкий. Если у вас высокий доход, то вам скажут, что вы слишком богаты, чтобы получать помощь от государства. Пособие по уходу за ребенком увеличилось на 4 доллара и теперь составляет 73 доллара в неделю. Вроде бы сумма не сильно огромная, но ранее ее вообще не было. Это начали выплаты эти дела только с 2018 года, кстати, мы на них не попали. Так вот, эта сумма выплачивается всем без исключения первый год после рождения малыша. После же, если вы не сидите на maternity leave, если вы не сидите в декретном отпуске, да, есть такие ситуации, когда компании предоставляют декретный оплачиваемый отпуск. Это не так часто бывает, но такие ситуации есть, да. А в основном декретный отпуск из государства, который там берется, да, чтобы он был оплачиваемым. И то, оплачивают его вам работодатели, потом деньги, грубо говоря, требуют из государства. Ну и смысл не в этом. Он там около 3 или 4 месяцев всего. Я сейчас не знаю уже сколько он. Но смысл не в этом, опять же, повторюсь. Так вот, теперь 73 доллара в неделю вы получаете первый год. Далее, если вы не находитесь вот на этом, в декретном отпуске, а также ваш доход семейный не превышает 79 726 долларов на семью, я имею в виду. Все суммы в Австралии и в Новой Зеландии, хочу повториться, всегда говорятся до выплаты налогов. И по ним считаются именно различные выплаты. Так вот, если это не превышает, то вам еще 2 года будут платить эти 73 доллара в неделю. Если же нет, то первый год и все, дальше вы делаете все сами. Также выросли пособия по поиску работы, студенческие пособия для студентов, которые живут далеко от дома. Я имею в виду, то есть уезжая в другой город, да, то есть на другой остров учиться, то там можно податься. Ты можешь свой доход показать, что он небольшой, что тебе нужна эта стипендия, да, и тебя будут платить. Ну и пенсии повысились. Пенсии, что немаловажно для многих людей, потому что стоимость жизни растет, а пенсии растут довольно-таки медленно. Для пенсионеров, которые живут в паре, пенсия увеличилась на 71 доллар и 8 центов. Это за 2 недели, пенсии выплачиваются раз в 2 недели. А для одиноких пенсионеров она выросла на 46 долларов и 20 центов в 2 недели. То есть на двоих приблизительно вам будет получаться в неделю теперь около 800 долларов после выплаты всяких налогов и так далее. То есть 800 долларов, если вы вдвоем живете, вы будете на двоих получать 800 долларов. Примерно в неделю. Повторюсь, в неделю. То есть 1600 в 2 недели. Ну, если у вас есть свое выплаченное жилье, других расходов никаких как таковых нет, то в принципе это более-менее нормально, чтобы можно было жить. Но если же вы живете в арендном жилье, либо вы продолжаете выплачивать кредиты, то это, конечно же, не очень легко. Министр эмиграции Эрика Стэнфорд в этом году планирует начать реформу семейный виз, что дает надежду многим семьям в стране. Планируют визы сроком до 5 лет. По такой визе родители смогут проживать в Новой Зеландии, но все расходы на себя должны будут взять те, кто их приглашает. То есть, соответственно, дети, включая медицинские расходы. Это, скорее всего, будет какой-то медицинский сбор, который составит 3,5 тысячи. По крайней мере, такие цифры называются. То есть 3,5 тысячи в год вы будете платить, и тогда в больницу и так далее ваши родители смогут ходить без всяких проблем. То есть не надо будет дополнительно доплачивать. Про увеличение квоты на получение резидентской визы для родителей ничего конкретного и пока не говорится. На данный момент 2,5 тысячи в год резидентских виз выдается для родителей, которые хотят привезти. То есть там критерии довольно-таки высокие в плане зарплаты, но на данный момент спрос превышает предложение. То есть намного больше подач на эти визы. И миграционная служба надеется, что будут какие-то реформы и как-то это разгрузится. Но в то же время, опять же, вот эта вот виза, которая на 5 лет, если будет даваться, то есть облегчит людям, кто, естественно, может себе это позволить, привезти родителей и чтобы они были рядом с вами. Также есть планы по внесению изменений в политику партнерских виз. А в первую очередь именно партнерских виз по этническим традициям. То есть это в основном, конечно, Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш. Вот эти вот страны, у них есть традиции, по которым пары женятся, даже не видят друг друга, грубо говоря. Первый раз видятся на свадьбе, между собой договариваются родители и так далее и тому подобное. Так вот, такие именно визы, когда выдаются под таким критерием, то есть очень часто получается, что просто-напросто идут на обман. И якобы по этническим и религиозным каким-то принципам собираются жениться, а в реальности это попросту договорняк финансовый для того, чтобы мигрировать. Поэтому это все будет отслеживаться, все будет ужесточаться. Все, конечно, понимают, что есть определенные традиции у различных народов. Однако, чтобы избежать обмана и попросту такого вот нелегального бизнеса и способа заработать, да, когда просто оформляется брак, а люди не знают даже друг друга и живут порознь только для того, чтобы получить визу. Вот это будет, конечно же, пресекаться. Ну, а приоритетом будет реформирование рабочей визы аккредитованного работодателя. Это довольно-таки такая нашумевшая виза за последние пару лет, да, ее когда ввели, хотели как лучше, но, к сожалению, нечистые на руку люди стали этим пользоваться, привозили сюда и привозят, к сожалению, в Новую Зеландию иммигрантов, да. Люди едут с надеждой на работу, с надеждой на новую жизнь, однако их обманывают, с них дерут бешеные деньги, я имею в виду, по меркам тех стран, откуда они едут. Здесь им, я имею в виду, в Новой Зеландии им не предоставляют ничего, живут они, грубо говоря, в ужасных условиях, к ним относятся, часто эксплуатируют их попросту за копейки, да, или за еду даже. Одним словом, с этим тоже необходимо бороться, и это необходимо менять, что-то прорабатывать в этом плане. Ну, и в продолжение темы иммиграции. Агенты, работающие с иностранными студентами, говорят, что мошенничество и ужесточение правил приводят к высокому количеству отказов иностранным студентам, подающим заявление именно из Индии, одной из крупнейших стран-источников иностранных абитуриентов. Данные миграционной службы Новой Зеландии показывают, что было отклонено 49% из 2694 заявлений на получение учебной визы для жителей Индии за первые три месяца этого года. А вот за весь прошлый год было отклонено 42%, то есть на данный момент уже, в принципе, процент подрос по сравнению с прошлым годом. Для заявлений из Непала, Пакистана и Бангладеш проценты отказа были повыше, однако и количество заявок было намного меньше, чем из Индии. Для сравнения для студентов из Китая в этом году количество отказов было всего 3,5%, хотя количество заявок на обучение больше, чем у Индии. То есть вот кому доверяют, просто-напросто, скорее всего, есть статистика, вот и все, как и что происходит. И поэтому вот количество отказов от этого и зависит. Миграционная служба Новой Зеландии заявила, что отклонила около четверти заявок в политехнические и частные учреждения и 5% заявок в университеты. То есть если вы поступаете в университет, то вам меньше шансов получить отказ. Вот как бы простая статистика, да? Агенты по учебе говорят, что понимают, почему это происходит, но все равно повторяют, что из-за такого жесткого отсеивания возможность учиться теряют и настоящие студенты. Я с этим согласен. Однако, мне кажется, даже не в визах проблема, проблема в том, что огромное количество непонятных учебных заведений, фиктивных, так скажем, которые необходимо отслеживать. И необходимо, в первую очередь, с этим бороться. И если ты начнешь бороться вот с такими учебными заведениями а-ля какой-нибудь там университет психологии и астрологии, да, который, ну, что он здесь делает, сами понимаете. Либо школа IT и по совместительству кулинарного искусства, ну, вот такие вот школы оформляют визы, студенты приезжают, естественно, ничему они не учатся. Я лично видел таких людей, которые заканчивали IT школой здесь, IT типа учебные заведения в Новой Зеландии, да, потом работали у нас на стройке, и они не знали, извините меня, что такое IP адрес даже. То есть, вот вплоть до такого. Поэтому, вот в первую очередь, мне кажется, надо бороться с такими учебными заведениями. Я понимаю, что они вроде как платят налоги, это бизнес, государству тоже это вроде как прибыльно, но в то же время, если вы хотите бороться с такого рода нелегальной иммиграцией, то вам необходимо начать вот с таких вот учебных заведений и все. Потому что на данный момент университеты изо всех сил пытаются восстановить поток студентов, который был до пандемии, до коронавируса. И сами понимаете, что происходит, происходит одна простая вещь. Вот таким образом студентов просто показывают, нет, 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 вот я поеду, наверное, в другую страну, в которой мне, скорее всего, не откажут в визе. С понедельника 1 апреля фармацевтам разрешено делать прививки детям до 5 лет, предусмотренные списком рекомендованных прививок Новой Зеландии. Прививки жителей от 5 лет и старше были разрешены для применения в аптеках и ранее. То есть, я говорю про прививки, естественно, никаких ковидов там нет, я говорю про прививки стандартные, то есть, полимелит, всякие вот детские прививочки, вот эти вот кори и так далее. То есть, потому что нарастает проблема. И вот таким образом пытаются с ней бороться. То есть, естественно, фармацевты не с бухты-барахты будут детям делать, потому что, ну, отличается, да, прививка для взрослого человека, либо для ребенка маленького, да, то есть, как это все протекает, как ее делать и так далее и тому подобное. Многие фармацевты прошли обучение дополнительно, повысили свою квалификацию. Это не просто так на тебе шприц, иди ребенку делай, да. То есть, это все серьезно к этому подход был сделан. Фармацевты, опять же, по желанию пошли это делать. Я думаю, многие пошли, почему бы и нет. Дополнительный навык никогда не повредит. И вот таким образом они пытаются что-то сделать. Конечно же, на первых порах это не решит глобально проблемы, но в будущем это может помочь, в первую очередь, для людей, кто очень занят, кто живет в отдаленных районах сельской местности, те, где до поликлиники добраться тяжелее, потому что аптеки работают по более гибкому графику, то есть, человек вечером может взять ребенка, приехать, сделать эту прививку. То есть, таким образом вот пытаются справиться. Дело в том, что на данный момент, в общем, по всей стране иммунизация населения равняется 83%. То есть, вы сами понимаете, что вроде бы все еще много, но в то же время вспышки той же самой кори происходят периодически, да, на островах близлежащих, там, Самуа, Тонга и так далее. То есть, и от этого, к сожалению, погибают дети. То есть, были случаи именно летальных исходов. Поэтому, ну, если сейчас что-то не предпринять, то проблемы будут только возрастать. Количество домов, выставленных на продажу, выросло почти на 30% до уровня 2015 года. В то же время цены выросли на 2,9% за последние 12 месяцев, говорится в последнем отчете о недвижимости компании Real Estate New Zealand. Средняя запрашиваемая цена по стране составила чуть менее 887 тысяч долларов. Очень довольно-таки высокая, что на 27 тысяч долларов больше, чем в марте прошлого года. В отчете говорится, что центральная тага был регионом с самой высокой средней запрашиваемой ценой в стране. В то время как в регионе West Coast была самая низкая средняя запрашиваемая цена. Сразу скажу, что центральная тага, там находится город Квинстаун. И мне кажется, в большинстве своем именно этот город, то есть, вывел на высокие цены этот регион. Ну, а West Coast, он тоже находится на Южном острове, недалеко там. Однако, там в основном горы, Фьорланды и так далее и тому подобное. И крупных городов там нет. В основном, тот регион живет за счет туризма, а также сельского хозяйства. Ну, и, соответственно, цены такие. По словам же специалистов, рынок оживился также благодаря инвесторам, которые вернулись на рынок благодаря новому правительству. Дело в том, что перед выборами было затишье. Не знали, кто победит. Не знали, что дальше будет. И поэтому, скорее всего, просто-напросто все выжидали, что же будет. Пришло новое правительство, облегчило законы в плане инвестирования. И, естественно, люди оживились. Строительная индустрия приветствует возможность доступа к зарубежной строительной продукции с меньшим количеством препятствий. Министр строительства Крис Пенк предложил внести изменения в законодательство, чтобы помочь снизить стоимость строительства в Новой Зеландии. Он сказал, что будут признаны некоторые зарубежные стандарты строительной продукции, вместо того, чтобы заставлять строителей проходить длительный процесс проверки стройматериалов. Здесь, на месте, я имею в виду, в Новой Зеландии. Органы по выдаче разрешения на строительство также будут обязаны разрешать использование зарубежных стройматериалов, соответствующих эквивалентным местным стандартам. Единственное, что нужно будет учесть, что должен быть серьезный контроль за продукцией, которая поставляется, чтобы избежать либо минимизировать поставку поддельных стройматериалов. Потому что не без этого в мире и, к сожалению, это происходит. Поэтому, ну, опять же, вот вроде бы пытаются избавиться от чиновничной волокиты, да, лишней, ненужной, но в то же время вот она все равно будет внедряться за счет вот этих вот проверок. Но, по крайней мере, мне кажется, не нужно будет ждать тестирования твоего продукта, который ты хочешь вести несколько месяцев, чтобы его запустить здесь на рынок. Потому что это действительно была огромная проблема. Я не раз об этом упоминал и рассказывал. В то время, когда я жил и работал в Новой Зеландии, были различные предложения от вас, от наших подписчиков, да, нам писали, то есть люди предлагали, давайте, может быть, попробуем, мы можем поставлять это, 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 да. Когда я разговаривал со своим начальником, он говорил, не-не-не, нам, чтобы это привести, мы задолбаемся проходить все проверки, все тесты, чтобы получить бумажку на ввоз даже одного контейнера какой-то продукции. То есть, соответственно, сами понимаете, что вот такая вот происходила вещь. Ну, и из-за этого цены, естественно, выше, потому что количество стройматериалов ограничено, выбор ограничен, то есть цены завышаются. Ну, вот к чему это приводило. Ну, а оппозиция говорит о том, что это может привести к такой же проблеме, которая существовала в стране до этого, когда строили по определенным технологиям дома, которые в Новой Зеландии не работают. Они работают в других странах, но не работают в Новой Зеландии. Из-за этого Leaking House появились, протекающие дома, которые изнутри гнили, потому что конденсат появлялся, вода проходила, и просто-напросто за 10-15 лет внутренний каркас сгнивал, да. И вот приходилось их перестраивать. Это была огромная проблема, и она до сих пор в некоторых местах остается, да, ее пытаются исправить уже. Но вроде сейчас все нормально, хотя это будет известно только через 10-15 лет, что произойдет, да, с домами. Так что здесь, мне кажется, нужно брать аналоги просто-напросто продукции и разрешать ее ввоз. И тогда проблем возникнуть не должно. А эта информация вообще появилась после объявления правительством Кристофера Лаксона списка первоочередных задач для решения на последующие три месяца. Прошло 100 дней, с момента правительства они вот выполняли определенный список задач, которые, ну, первоочередных, которые они для себя поставили. Вроде как, по их словам, все в порядке, все сделали. Теперь же выработали 36 пунктов, которые необходимо сделать в последующие три месяца. Вот некоторые из них, все я называть, конечно же, не буду. Задача номер один – это составить правильный, с точки зрения, естественно, правительства, бюджет. Также надо проработать льготы по доходному налогу и ввести налоговые льготы по уходу за детьми. Принять законодательство для улучшения рынка аренды. Облегчить законодательство по ввозу стройматериалов из-за рубежа. То, о чем мы говорили вот только что. Обсудить и решить снятие запрета на разведку нефти и газа на море. То, что запрещено. Зеленые будут не в восторге от этого. Но это может принести дополнительные рабочие места. А также, возможно, снизить цены на электричество и на газ в стране. Почему бы и нет. Также надо принять решение по созданию военных академий для малолетних преступников. Об этом мы тоже неоднократно обсуждали. Начать проверку реестра огнестрельного оружия. Принять меры по усилению подготовки учителей. Потому что, оказывается, я вот только отсюда узнал из статьи, что есть учителя в стране, попадаются, которые преподают, я не знаю, какие-то определенные предметы. И которые не связаны с математикой. Считать не умеют полноценно. То есть, ну, это, конечно же, вызывает беспокойство, честно говоря, если это правда. Внедрять полноценное преподавание грамотности, чтение и правописание среди учеников первых-третьих классов. Потому что это действительно беда. Да, это беда во всем мире. Писать не умеют, читать не умеют, говорить не умеют. Это очень-очень страшно, когда ребенок не умеет написать элементарную вещь. Не умеет прочитать элементарную вещь и понять ее. То есть, вот с этим собираются работать. Ввести отчетность школ перед родителями. Начать работать над проблемой посещаемости в школах, что тоже немаловажно. Проработать ужесточение контроля над вейпингом молодежи. Выпустить новое заявление о государственной политике в области здравоохранения. Вот некоторые пункты, над которыми собираются работать в первую очередь в правительстве следующие три месяца. Департамент охраны природы потратил почти полмиллиона долларов на операцию по устранению одного горностая. В августе 22 года самец горностая был зафиксирован на одном из островов во Фьерленде. Это южный остров, если что. Где с 1999 года хищников нет. Я имею ввиду на этом острове, не во Фьерленде. Документы из специального комитета показывают, что с момента обнаружения животного и до его поимки прошло 8 месяцев. И на это департамент потратил 483 260 долларов. Туда входили лодки, передвижения, специалисты, кинологи, милиция с собакой обещала прийти и так далее. Все вот эти вот вещи входили, естественно, это все стоит денег, тем более в удаленных районах. Думаю, сами понимаете, это не в центре города, где все под боком. Тут необходимо добраться. Также правительственное агентство потратило чуть более 210 тысяч долларов на обеспечение отсутствия на острове вредителей. Путем установки систем наблюдения и контроля. Ну, для отсутствия оно не сильно помогло, но для обнаружения, вот, пожалуйста, оно сработало. Обнаружили, что он туда добрался, горностай. Если бы горностай не был пойман, то это могло бы стать причиной серьезного вреда популяции многих птиц, которые находятся на грани Вимирания. Остров служит местом изолированным для того, чтобы попытаться восстановить популяцию редких и уникальных обитателей планеты. Поэтому, по мнению многих специалистов, такие затраты полностью оправданы. Я тоже с этим согласен, потому что, ну, была уже огромная работа проделана, бешеные деньги вложены в это, потому что, ну, к сожалению, то, что люди натворили, сами люди должны и исправить, да. И поэтому вот в Новой Зеландии это показатель того, как над этим работают. И вот таких островов довольно-таки много. Вокруг, возле Окленда, есть такие острова, да, которые были полностью очищены от крыс, хорьков, вот этих вот всяких других горностаев и опоссумов, да. И там дают шанс на выживание для различных птиц. Потому что в Новой Зеландии большинство птиц, есть очень много птиц, которые попросту не могут летать, да. К примеру, вам вот птичка киви. Либо они не приспособлены к тому, чтобы защищаться или спасаться от хищников такого рода. То есть, многие вьют гнезда на земле. Это еще одна вот вещь, почему такое происходит. Так вот, с этим пытаются бороться. Горностаи, они плавают очень неплохо, поэтому до некоторых островов они могут самостоятельно добраться. Либо, пожалуйста, вот автостопом, как говорится, да, втихаря на лодке перепрыгивают. Даже те же ученые их нечаянно, случайно могут перевезти на остров. Так что, если с этим не работать, то биоразнообразие Новой Зеландии будет только уменьшаться. Чего бы мне, например, не хотелось. По словам синоптиков, март стал самым холодным за последние 12 лет. Средняя температура по стране была 14,8 градусов. А минимальная температура была зафиксирована в маленьком городке Вайпара в районе Кентербери. 16 марта столбик термометра там опустился до минус 4,9 градусов. Конечно же, это было ночью. Однако, в любом случае, март – это первый месяц осени. И это довольно-таки нестандартная температура для Новой Зеландии. Самая же высокая температура 32,6 была зафиксирована 2 марта в городке Клайд, что в центральном Антага. Тоже южный остров. Из шести основных центров марта Окланд был самым теплым. Донидин был самым прохладным и наименее солнечным. Крайщер был самым сухим. Гамильтон – самым влажным. А Тауранга была самой солнечной. Вот, пожалуйста, вам перечень городов. Выбирайте любой на свой вкус. Ну, а на следующей неделе в Окленде обещают ночью в районе 17 градусов, днем – 22-23. Со вторника возможны осадки. Для примера, столица страны – город Веллингтон. Там ночью в районе 15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 18-20 градусов. Дожди возможны со среды. Вот такая вот, в принципе, небольшая разница относительно городов. Ну что, а на сегодня у нас все. Я благодарю вас, что вы досмотрели этот ролик до конца. Обязательно поддержите нас любым доступным для вас способом, который есть в описании. Подпишитесь на наш канал, пишите свои комментарии, а я с вами прощаюсь. Только вам хороших новостей, а также хорошей погоды. Пока!